Через что прошел лично я? В 2014 году, когда революция достоинства начала плавно переходить в национальную революцию, когда начались прыгания с криками «кто не скачет, тот Москаль» и так далее, когда начали говорить о том, что неправильно говорить российской мовой, что патриот повинен разговаривать и украинской, и эти тезисы постоянно использовала российская пропаганда, типа оправдания своей агрессии против нас. Я тогда, это был 2014 год, я записал обращение к родителям России. Это был один из самых известных роликов в Ютубе. Он набрал там за два дня больше миллионов. Я обращался к людям, которые меня знают в России, а таких людей десятки миллионов. Я им говорил о том, ребята, посмотрите, я к вам обращаюсь на русском языке, я живу в Украине, мою программу «Школа доктора Кобровского», которую вы видите, она записывается на русском языке. Никто в моей стране не мешает мне говорить на русском языке. Это говорил я. Понятно? После этого моя программа исчезла, потому что ее нельзя, не может ведущий вести программу на русском языке. Это раз. Радио на русском языке, в родном Харькове, где все говорят на русском языке, я не вижу. Я вижу, как ведущий, ведущий смотрит на часы, потому что в 9.00 или в 10 ему можно будет говорить по-русски, а до того нельзя. Но знаете, что самое грустное? Что я получаю из России до сих пор письма, где мне говорят, мне говорят, что доктор, продался бандеровцам, а ты говорил, что у вас не притесняют русский язык. Этот пласт надо учитывать? Надо. К танкам это не имеет вообще никакого отношения. А если ты хочешь, чтобы к тебе прислали танки, сделай им картинку. Покажи показательно, как ты русскоязычного музыканта бьешь, или устраиваешь истерики какие-то по поводу русского языка, который вообще не дело государства, на котором мы с вами общаемся. У нас с вами есть проблемы от того, что я говорю по-русски? Вообще никаких. Чего государство все время лезет в сферу нашего общения?